Наталья Облюхина новоселье ждет с 2007 года. Все накопленные деньги женщина вложила в долевое строительство дома на пересечении Советской и Черемшанской. Отдала миллион кровно заработанных рублей. Но пока вместо домашнего уюта приходится мерзнуть на митингах. Я снимаю квартиру все это время. Как говорится, у меня нет другого жилья. И я, как говорится, действительно уже в таком безысходном положении. Надо как-то решать эту проблему. Люди живут, ну не живут, а существуют. Таких, как Наталья, обманутых дольщиков у фирмы Горос 450 человек. И их число может увеличиться. Шестисекционный дом построен на 30%. И Горос продолжает продавать квартиры в долгострое. Даже в тех секциях, что уже несколько лет заморожены на стадии котлована. Они объявили, что эта стройка с 2009 года в Коми. И никто ее не собирался возвращать. Но деньги они брали в 2013 году, в январе, в феврале. 1 марта этого года обманутые дольщики направляли обращение в полицию и прокуратуру. Фирма Горос обанкротилась. На доме введено конкурсное управление. Мы имеем ситуацию, когда квартира продана в объекте на миллиард рублей, из которых только около 500 миллионов поступило в кассу Горос. И все это время, на протяжении полугода, велась диктка распродажа, или можно назвать разворовывание этого объекта. Квартиры на протяжении последних полугода продавались вообще во всех секциях. По бросовым ценам. 999 тысяч за однокомнатную квартиру. Уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении неустановленных лиц полиция возбудила в апреле этого года. Участники митинга призвали правоохранительные органы принять более жесткие меры в отношении, цитирую, «мошенников» в сфере долевого строительства. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.